МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Самый обаятельный и привлекательный инвестиционный климат города Чебоксара обсудили на совещании в Доме правительства. Спешат на помощь в преддверии профессионального праздника спасатели демонстрировали свои навыки. Безопасные и качественные дороги. Какие они на самом деле? Сегодня в Чебоксарах объявили имена победителей конкурсов педагогического мастерства. На одной сцене наградили лучших преподавателей-психологов, классных руководителей, воспитателей и учителей школ. С героями торжественной церемонии познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Они волнуются, словно ученики перед госэкзаменом. Еще бы, ведь на кону почетный титул. В каждой из номинаций по пять лауреатов, но лучшим из лучших должен стать только один. Волнуетесь, наверное, перед объявлением результатов? В ходе занятия нужно было продемонстрировать свои профессиональные навыки, умение владеть различными техниками. В ходе визитки тоже проявили свои способности. Интрига длится до последнего. Имена финалистов запечатаны. Право вскрыть конверты и наградить лучших предоставили главе Чуаши. Слава Ирина Николаевна! Поздравляем! Победители конкурса в Санкт-Петербурге. А за победу в конкурсе «Педагогический дебют» боролись только молодые учителя. Финалистом стала Ксения Михайлова, преподаватель техникума транспортных и строительных технологий. Воспитателем года признали Елену Михайлову. Она работает в Шумерлинском детском саду «Родничок». Я работаю воспитателем в 6 лет. И я выбрала эту профессию замечательную, потому что считаю, что дарить любовь детям, заботиться о них – это самое прекрасное чувство в жизни. И мы ведь пришли на этот конкурс не только, чтобы поделиться опытом, но и найти на самом-то деле друзей. И я считаю, что все мы победители, только я лучше. Титул «Учитель года» для педагогов самый почетный. Его обладателем стала Татьяна Андреева из Чебоксар. Она представит республику на федеральном этапе. Нас всех педагогов в первую очередь объединяет любовь к детям. И поэтому я считаю, я уверена, что будущее нашей страны в руках тех, кто учит и учится. И для меня честь представлять Чебоксарскую республику на всероссийском конкурсе учителей. Конкурсы педагогического мастерства в республике проводят каждый год. Для учителей и воспитателей это стимул двигаться вперед. Благодаря усилиям педагогов побеждают и ученики. В прошлом году 25 школьников стали призерами Всероссийской олимпиады. Сегодня со стороны органов власти создается самая благоприятная и комфортная среда для наших детей, чтобы они с малых лет могли развиваться. И вместе с вами в общей нашей совместной деятельности у нас все это получается. Это тоже очень здорово. С другой стороны, я рад и счастлив, когда сейчас молодые учителя с учетом созданной мотивации пошли учителями в школу работать. Молодежь будет строить будущее России, будущее регионов Российской Федерации, будущее своего муниципального образования. И смотря на эти примеры, люди начинают подтягиваться. Ценные награды для лучших педагогов премии главы региона. Они должны помочь преподавателям реализовать свои заветные мечты. Ну а за праздничное настроение сегодня отвечали ученики. Дети подготовили учителям концертную программу. Проекты в области агропромышленного комплекса экологии, здравоохранения и туризма обсудили на заседании совета под председательством премьер-министра Чувашского правительства Ивана Маторина. Часть программ уже работает, часть предстоит запустить в ближайшее время. В первую очередь участники Советов по стратегическому развитию и приоритетным проектам и улучшению инвестиционного климата обсудили и утвердили паспорт проекта развития агропромышленного комплекса. В рамках реализации приоритетного проекта будут реализованы мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, там где активно реализуются инвест-проекты в сфере АПК. Это строительство ПАПов, сельских домов культуры, автомобильных дорог, улучшение жилищных условий граждан и так далее. В 2018 году, только в 2018 году в рамках РСТ будет построено 83 объекта, на которые выделено порядка 1 миллиарда рублей, а также проекты инициативного бюджетирования. Только в 2018 году уже отобрано 210 проектов. В Минсельхозе Чуваши отмечают, что за время действия приоритетного проекта будет реализовано 204 инвест-проекта. Это позволит создать 630 рабочих мест. Соответственно, ожидается, что объемы сельскохозяйственного производства в республике вырастут. Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Чувашия – сердце Волги» уже направлен в Ростуризм для включения его в новую федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы. Согласно проекту, Чебоксары должны стать центрами речного круизного и оздоровительного туризма. В столице обновят речной порт, территорию Чебоксарского залива, Московскую набережную, яхт-клуб. Кроме этого, появятся новые объекты – вейк-парк, кайтинг, планируется запуск речного такси. Поэтому мы делаем упор в целом на нашу реку Волга. Город Чебоксары позиционируется как центр речного туризма, привлекает, может принимать до 1200 туристов, аэропорт, имеющий стас международного, ну и в перспективе строительство жизнедорожного магистрали. Чуваший – центр здравительного туризма. Ориентировочный объем инвестиций за счет бюджетных источников, которые мы указали в заявке, составляет более 330 миллионов рублей. А за счет инвесторов – более 2 миллиардов. Объем вложений, конечно, впечатляет. Необходимо тут более детально вникнуть в предложение инвесторов, потому что потом мы заявку должны будем подтверждать и исполнять ее. В новой редакции был одобрен и паспорт приоритетного проекта рекультивации объектов накопленного ущерба, создания объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов Чувашии. В 2018 году общий объем финансирования составит 537 миллионов рублей. Планируется рекультивация Пехтулинской и Ильбешевской свалок. Через год запланировано провести рекультивацию свалки в селе Аликово и в селе Яльчики. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Консолидация бизнеса и власти в интересах общества в центре республика прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В зале собрались представители предприятий, которые оказывают платные медицинские услуги и специалисты Минздрава. В центре внимания вопросы взаимодействия бизнеса и власти по обеспечению граждан медицинскими услугами. Организаторы мероприятия – члены регионального отделения «Деловая Россия». В республике сегодня множество предприятий оказывают услуги здравоохранения частным образом. Развернута достаточно большая сеть. Данные предприятия порой работают не в взаимосвязи с органами власти. Для того, чтобы сблизить работу наших частных медицинских предприятий, организовано данное мероприятие по взаимодействию, в оказании услуг, в оказании помощи, в том числе клиникам, которые являются муниципальные. Эффективное лечение органов зрения, лекарственное обеспечение, организация работы кабинетов здоровья в школах, участие частных компаний в государственных программах. Обсуждались эти и другие вопросы. Подобные диалоги будут проходить регулярно и ко многим темам предстоит вернуться еще не раз. Но начало положено, и это уже неплохо. Безопасные и качественные дороги. Как долго они могут прослужить? Искать ответы на этот вопрос отправились активисты ОНФ и наша съемочная группа. Они вернулись. Ямы по улице Семенова в Новочебоксарске. Этот участок дороги отремонтировали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Но качественного асфальта хватило меньше, чем на год. 3,5 метра длина, 43 сантиметра ширина, 9,5 сантиметров глубина. Яма с такими параметрами представляет серьезную опасность для автолюбителей. На дороге уже стала образовываться колейность. А все из-за нарушения технологии укладки полотна. Это дефект дорожного покрытия в виде выбоя, на котором мы видим. Глубину ее мы зафиксировали около 5 сантиметров. Этот участок дороги находится на гарантии. Яма такая же, а улица другая. Пионерская. Дорогу отремонтировали в конце июня прошлого года, но покрытие уже стало разрушаться. При фрезеровании мы выявили то, что основание этой дороги – дорожные плиты под асфальтом. И, видимо, дорожные плиты сыграли, образовались, видимо, ямы и трещины. И, так как продольный уклон дороги очень большой, вся вода попадала туда и, видимо, размыла. Когда наладится погодное условие, вырежем, отфрезеруем, вырежем карту и заасфальтируем этот участок. Еще одно нарушение активисты ОНФ нашли на улице Южная. Яма образовалась вокруг канализационного люка. Рядом с колодцем начинается разрушение, что может привести уже к образованию еще больше выборов. Автомобиль будет приезжать, края, кромка будет выкрашиваться все больше и больше. Сейчас она уже больше допустимого значения. Правда, в этом случае виноват не подрядчик, а коммунальщики. В конце марта на этом участке произошла авария. И службы ремонтировали теплотрассу. Асфальт вскрыли, а новое покрытие не уложили. Сейчас дождливая погода и минусовая погода. Сейчас уложить асфальт смысла нет, будет нарушение технологии. Соответственно, когда будет нормальный температурный режим, и, соответственно, коммунальные сети исправят все свои недочеты. Советская, одна из центральных улиц Новочебоксарской, ее тоже отремонтировали по федеральной программе. Неровность асфальта. Это нарушение выявили общественники. Как мы видим, здесь разрешение значительное, уже идет в виде колености, вместе с тыков дорожных полос. Исправлять недочеты подрядчики будут за свой счет. Гарантийный срок – 5 лет. Те вопросы, которые у нас возникли, и те недостатки, которые мы выявили совместно с отделом дорожной деятельности, были уже направлены подрядным организациям, которые ремонтировали данные дороги. Соответственно, чтобы они вмещенный срок исправили. Активисты ОНФ отметили общую проблему для всех новых дорог – отсутствие дорожной разметки. Эту ситуацию тоже исправят. Подрядчик уже определен. Работы начнутся в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Они занимают парковочные места, портят внешний вид улицы, мешают уборке. Они – брошенные автомобили. Безразличие водителей к судьбе железных коней вынуждает городские власти на решительные меры. Битые окна, спущенные шины, ржавый корпус. Этой красотой любовались жители улицы Гузовского 40 почти месяц. Именно столько голубая шестерка стояла под окнами жилого дома. Сегодня этот скелет автомобиля отправили на штрафстоянку. Всего в 2017 году было перемещено таких транспортных средств 17. И дополнительно проведена разъяснительная работа с владельцами, которые оставляли свои машины продолжительное время. Всего с 20 владельцами проведена такая работа. В 2018 году мы переместили с территории района две машины. И дополнительно сейчас в работе еще четыре машины находятся, с владельцами которых мы ведем переговоры. Владельца этой брошенки так и не нашли. Хотя просили жителей соседних домов, развесили объявления, обратились и в полицию. Так что теперь автомобиль красуется среди таких же на штрафстоянке на Лапсарском проезде. Следующая на очереди советская четверка, которая пока живет на проспекте Максима Горького. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Если в вашем дворе есть такие машины, обращайтесь в отдел ЖКХ и благоустройство администрации своего района. Сегодня в Чебоксарах прошел день безопасности. На Красной площади спасатели продемонстрировали свою лучшую технику, показали, как тушить пожар, развернули полевую кухню, еще много интересного. Даже погода не помешала. Огнетушитель порошковый ПП-5 является первичным средством пожарного жения. Потушить огонь за 2 секунды – это входит в профессиональные обязанности каждого пожарного. Порошковый огнетушитель используют для ликвидации огня на открытом воздухе и для тушения электропроводки. Сегодня спасатели демонстрировали все, что умеют, а умеют они многое. Дальность толстой струи 35 метров. Дальность распыленной струи от 12 до 95 метров. АКП-50 – коленчатый подъемник. Именно благодаря ему удается спасать людей с высоких этажей при пожаре. Принцип его работы – как у крана. Пожарные поднимаются до нужной высоты и просто делают свою работу. Сергей Кириллов, главный специалист отдела пожаротушения, вместе с командой спас 30 человек при пожаре в общежитии по проспекту Мира в Чебоксарах. Его наградили медалью «За отвагу на пожаре». Гордиться есть, конечно, чем. Это спасенные жизни, спасенное имущество. Это самая главная наша гордость. Но второе – это наш личный состав. Это чем уже я лично могу гордиться. 30 апреля огнеборцы отметят профессиональный праздник – 369 лет со дня образования пожарной охраны России. Но при этом в предстоящие майские праздники у спасателей будет самая настоящая боевая готовность. С сегодняшнего дня в Чувашии официально объявлен особый противопожарный режим. Несмотря на дождливую погоду, угроза возгорания сохраняется. Спасатели просят быть осторожными с огнем взрослых и детей и соблюдать правила безопасности дома и на природе. Мисс России 2018 Юлия Поличихина сегодня вернулась в Чебоксары. Победительница конкурса красоты встретилась с журналистами на пресс-конференции в Чувашском госуниверситете. Постоянные съемки, радиоэфиры, телесъемки тоже. Конечно же, поначалу я была просто очень напугана, я боялась всего этого, но после первого или второго, наверное, эфира я уже поняла, что мне все это нравится и это моя сфера. Когда я пошла учиться на журналиста, поступила, тогда я поняла, что я смогу связать эту сферу как-то с моделингом. И мне кажется, мне было бы проще и учиться, и как раз-таки совмещать две эти работы. А дальше я планирую продолжать учиться в этом же направлении. В эти минуты в ДК Чебу выбирают самую красивую девушку-чувашию. Юлия Поличихина на местном конкурсе красоты поздравит победительницу, которая будет представлять нашу республику на всероссийском конкурсе в следующем году. Впереди нас всех ждут длинные праздничные выходные. Россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая. Праздник весны и труда для горожан столицы Чувашии начнется с самого утра. По традиции в день весны и труда в Чебоксарах пройдет демонстрация. В ней примут участие общественные организации, работники предприятий города, молодежь. Сбор участников первомайского шествия начнется в 9 утра в сквере Чапаева. А с 9.50 национальная телевидение Чувашии начнет прямую трансляцию из праздничной колонны. 1 мая будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц города. Пути объезда автомобилистам придется искать всю первую половину дня. Так с 7 до 13 часов проезд закроют по улицам Петрова и Космонавта Николаева. От проспекта Ленина до улицы Энгельса. На это же время пешеходными станут автодороги по проспекту Ленина, улице Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградской, Константина Иванова и Сергея Радонежского. В зону ограничения попадут и президентский бульвар, Красная площадь и дамба Чебоксарского залива. До 9.30 по перекрытым участкам горожане смогут проехать на троллейбусе, а далее движение транспорта будет остановлено полностью. На Красной площади запланировано торжественное приветствие первомайской демонстрации. Здесь начнется концертная программа. Свои таланты и мастерство зрителям и слушателям продемонстрируют лучшие коллективы города. Также запланирована вечерняя праздничная программа, которая начнется в 18.00. А сразу после первомайских праздников 4-го числа Новочебоксарск приглашает на ежегодную эстафету «Грани», в которой может поучаствовать каждый желающий и получить призы. В нашем эфире в программе «По существу» главный редактор издательского дома «Грани» Наталья Колыванова расскажет о самых интересных моментах забега. Смотрите сразу после информационной программы «Республика». А я с вами прощаюсь, желаю вам приятных праздничных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова